The twenty-eighth lesson – двадцать восьмой урок. The twenty-eighth – двадцать восьмой. The carrot is mad – морковка, сумасшедший. Новое прилагательное сразу встречается в названии mad – сумасшедший или бешеный. Mad – when Mrs. Dale opened the door, Jimmy was lying on the sofa, crying bitterly. Когда миссис Дейл открыла дверь, Джимми лежал на диване, горько плача. Ну, с первой половиной предложение понятно, стоит в простом прошедшем времени. Миссис Дейл opened the door, то есть глагол в прошедшем времени. Past simple – opened. Открыла. Джимми was lying on the sofa. Данная часть предложения стоит в past continuous, в прошедшем продолженном, потому что Джимми был в процессе лежания на диване. Джимми was lying. Именно в тот момент, когда она открыла дверь, Джимми был вот в том самом процессе. Поэтому здесь именно важна длительность, продолжительность этого действия. Что делая? Бедная мама обронила или бросила хлеб и быстро побежала, кинулась к мальчику. Дроп – ронять, обронить, то есть dropped – правильный глагол, буква пи удваивается. Dropped – обронила, уронила, бросила. Dropped the bread – бросила хлеб, видимо, с магазина, да, пришла. And rushed to the boy. И метнулась, кинулась, бросилась к мальчику. Rush – уже встречался глагол. My honey, what has happened? Mrs. Dale tried. Мой милый, что случилось? Крикнула миссис Дейл. Happen – глагол происходить, случаться. What has happened? Что случилось? Что произошло? Honey – существительное мед, но так же, как my dear, my darling, дорогой, милый. И вот, то есть, как ласкательное такое слово, да, вот, обращение такое ласковое. My honey – мой милый, мой дорогой. They disappeared in the water. Они исчезли в воде. I didn't break them. Я их не ломал. They melted under the hammer. The boy muttered. Они растаяли под молотком. Бормотал мальчик. Новый глагол. Melt – таять. Melt. Глагол правильный, поэтому они растаяли. They melted. Hammer – напоминает о молоток. Hammer. И еще один новый глагол. Mutter. Бормотать говорит себе что-то под нос. Mutter. Тоже правильно, опять-таки. Muttered. Бормотал. What ails you, darling? Jimmy's mother cried, kneeling beside the sofa. Что тебя беспокоит? Что тебя тревожит? Что у тебя болит, дорогой? Закричала мама Джимми, стоя на коленях у дивана. Новая такая фраза встречается. What ails you? Что у тебя болит? Что тревожит тебя? What ails you? What ails you, darling? Что у тебя болит? Что тебя тревожит, дорогой? Kneeling, опять-таки, стоя на коленях. Глагол kneel – становиться на коленях. То есть здесь идея причастия. Что делаю я? Kneeling beside the sofa. Стоя на коленях у дивана. Mommy, they disappeared in the water. Мама, они исчезли в воде. I didn't touch them. Я их не трогал. Отрицание в простом прошедшем времени. Вспомогательный глагол did, но в отрицании didn't. Touch – трогать, касаться. I didn't touch – я не трогал. They melted away in the water. Они растаяли в воде. То есть melt – таять, melt away – растаять. То есть когда уже ничего не осталось. I didn't break them. Я их не ломал. Jimmy muttered through his tears. Бормотал Джимми сквозь слёзы. Опять-таки, muttered, бормотал. Through his tears, сквозь слёзы. Вот такое выражение. Tears – слёзы. Through – предлог через, сквозь. Through his tears, сквозь слёзы. Oh my – такое выражение. О боже, о господи. Oh my – what are you talking about? О чём ты говоришь? What are you talking about? His mother asked, looking at her son. Спросила его мама, глядя на своего сына. She was at a loss. Она была в растерянности. То есть она не знала, что делать. Данное выражение, кстати, встречалось в пятом уроке второй части. To be at a loss – быть в растерянности, не знать, что делать. Слово loss – это потеря. To be at a loss – быть в растерянности. То есть she was at a loss. Она была растеряна, не знала, что делать. Mommy, I give you my word. I didn't break them. They disappeared in the kettle. The hammer didn't. But they melted away. The boy sobbed. Мама, честное слово, я их не ломал. Они исчезли в чайнике. Молоток не растаял, а они растаяли. Рыдал мальчик. Хочу напомнить, что в данном учебнике периодически бывают сноски. Просто знаю не понаслышке, что часто люди почему-то это или упускают из виду, или внимания не обращают. Вот, если написана цифра 29, значит внизу есть сноска. То есть все написано. I give you my word. Честное слово. Даю слово. I give you my word. Вот Джимми и говорит. Мама, даю слово. Честное слово. Я их не ломал, не разбивал. То есть чулки. Они исчезли в чайнике. The hammer didn't, but they melted away. То есть, чтобы не повторять глагол два раза, чтобы тавтологично не было. Да, поэтому молоток нет, имеется в виду, то есть не сделал это, то есть что? Дальше глагол melt. Tied, да, melt away. Растаять. Значит, молоток не растаял, а они растаяли. Рыдал мальчик. Новый глагол. Sub. С одной B. Просто когда добавляем окончание ED, чтобы сделать прошедшее время, буква B удваивается, чтобы вот эту О сохранить. Потому что, если букву B не удвоить, получится SOBED по правилам чтения английского языка. Поэтому удваиваем. Так же, как STOPPED, SOBED. То есть, SOB – это рыдать. Именно не плакать, а вот сильно, прям со всхлипываниями. То есть, такое SOB – рыдать. Рыдал мальчик. Mrs. Dale turned pale. Mrs. Dale побледнела. Pale – прилагательное бледный. Turn pale – стать бледным. То есть, превратиться в бледного. Побледнеть. Turn pale. Значит, она turned в прошедшем времени pale. Побледнела. She ran out of the room and rushed to the telephone. Она выбежала из комнаты и бросилась к телефону. Jimmy heard her cry into the receiver. Джимми услышал, как она кричит в трубку телефона. Receiver – трубка телефона. То есть, ну, такого стационарного, да? Receive – это глагол принимать, получать что-то. То есть, там, где, так скажем, да, принимаем звонок. Receiver – трубка телефона. То есть, Джимми услышал, как она кричит в трубку. Называет, да, номер телефона. Два, четыре, семь, четыре, три. Будьте так любезны. If you please. Будьте любезны, пожалуйста. Будьте так любезны. If you please. Hello. Is Mr. Dale there? Здравствуйте. Mr. Dale там? Do call him as quick as possible. Ну, позовите же его как можно быстрее. То есть, do у нас вообще вспомогательный глагол простого настоящего времени. Используются вспомогательные у нас глаголы, когда нам нужно образовать вопрос или отрицание. Но вот в таких утвердительных или восклицательных предложениях они тоже иногда используются, такие вспомогательные глаголы, да, do в частности. Когда нужно именно усилить мысль, вот это вот «ну же» или «ну пожалуйста», то есть, когда, может быть, неоднократно уже говорилось, или когда обстоятельства вынуждают с более сильными эмоциями выразить что-то. То есть, здесь она не просто «позовите его как можно быстрее», то есть, она не знает, что делать, у неё что-то случилось, и она «do call him», ну позовите же, ну позовите же его as quick as possible. Прилагательное possible – возможный, вероятный, то есть, дословно, так быстро, как возможно, то есть, as quick as possible, как можно быстрее. Yes, yes, it's from home. Да-да, это из дома. His wife is speaking. Это его жена говорит. On an urgent affair. По срочному делу. Urgent – прилагательное «срочный», например, it's urgent – это срочно, или наоборот, it's not urgent – это не срочно. Affair – это какое-либо дело. Affair. Urgent affair – срочное дело. On an urgent affair – по срочному делу, по срочному вопросу. Thanks, спасибо. Is it you, Tom? Том – это ты? Come home at once. Jimmy is very ill. Приходи домой сейчас же. Джимми очень болен. Yes, fetch a doctor. Да, приведи врача. Уже встречался глагол fetch – приносить, или здесь человек, поэтому приводить. Так же, как bring. Только bring – это неправильный глагол. Ну, fetch – это правильный глагол, но они синонимы. No, no, he didn't break his head. Нет, нет, он не разбил голову. Much worse than that. Намного хуже. Ну, дословно, намного хуже, чем это, да, чем то, что если бы он разбил голову. Much – это не только много, но еще и намного, гораздо. То есть, когда в сравнении используем, да, что не просто сравнительная степень, а что-то намного хуже, намного лучше, намного холоднее. Much. Worse – это как раз-таки сравнительная степень от прилагательного bad – плохой. Кстати, относится к исключениям. Вообще у нас сравнительная степень образуется при помощи суффикса –er. Где-то в первой части я это уже объясняла. В первой части данного учебника. То есть, например, cold – холодный, значит colder – холоднее. Или там warm – теплый, warmer – теплее. Funny – смешной, funnier – смешнее, забавнее. Но вот bad будет в сравнительной степени не better, а worse – просто заучивается. Это одно из исключений. Их там немного, штуки четыре. Ну, просто их надо заучить. То есть, плохой – bad, а вот хуже уже worse. Much worse – гораздо хуже. Намного хуже. То есть, нет, нет, он не разбил голову. Намного хуже. He's off his head. Он потерял голову, как бы он без головы. То есть, в английском здесь, конечно, более сильно прослеживается вот эта игра слов. Как бы, да, здесь, вот смотрите. No, no, he didn't break his head. He's off his head. То есть, вот это усилие и показывается, да, ну, в смысле, более сильное выражение. Нет, он не разбил голову. Он вообще, то есть, he didn't break his off. То есть, он вообще ее потерял. Понятно, да? То есть, вот he's off his head. Ну, как бы, как в русском грубо, но выражается, да. Крыша вообще съехала. He's gone mad. Он сошел с ума. Потому что go mad – это сходить с ума. В названии уже было прилагательное mad – сумасшедший, бешеный. To go mad – сойти с ума. He's gone mad. Стоит в present perfect, в перфекте, потому что это результат свершившегося факта, но в настоящем времени. Когда вот она разговаривает, это произошло. То есть, это не в прошедшем времени было, это сейчас, но уже свершилось. He's gone mad. Он сошел с ума. What dog? Какая собака? Oh, maybe I know nothing. Ой, ну, может быть, я ничего не знаю. Напоминаю, что в английском языке может быть только одно отрицание. То есть, не I don't know nothing, а I know nothing. Потому что слово nothing уже само по себе отрицательное. Значит, частица not здесь не нужна. То есть, дословно, я знаю ничего, если на русский перевести дословно. Но в английском вот такое правило. Только одно отрицание. Либо отрицательное слово, либо частица not. Drive home as fast as you can. Приезжай домой как можно быстрее. Вот опять-таки, as, as. Там у нас было, значит, вот, as quick as possible. Как можно быстрее. Ну, и здесь, в принципе, тоже as fast as you can. Настолько быстро, насколько ты можешь. Там quick, тут fast. Ну, они тоже синонимы. Опять-таки, насколько можно быстрее. Как можно быстрее. Она повесила трубку и бросилась обратно в комнату. Глагол hang уже встречался. Висеть или вешать. Он неправильный, поэтому в прошедшем времени вторая форма hung. Только здесь не просто hung, а hung up. То есть, повесить трубку – это to hang up the receiver. Повесить трубку. То есть, она – she hung up the receiver. Она повесила трубку. And rushed back into the room. И бросилась, метнулась обратно в комнату. How are you, carrot? Ну, как ты, морковка? Better? Лучше? Lie still, darling. Mrs. Dale said, stroking Jimmy's head. Лежи спокойно, дорогой. Сказала миссис Дэйл, гладя Джимми по голове. Глагол lie – лежать. Still – тихий, спокойный, равно как и наречие тихо, спокойно. То есть, не меняется. Так же, как fast, например. Быстрый, быстро. Или hard. Тяжелый, трудный. И тяжело, трудно. Значит, lie still – лежи тихо, лежи спокойно, darling, дорогой. Сказала миссис Дэйл. Глагол stroke уже встречался гладить. В данном случае stroking head – гладя по голове. Ну, дословно, гладя голову, то есть по голове, да? Гладя Джимми по голове. Stroking Jimmy's head. Mommy, they disappeared in the kettle. Мама, они исчезли в чайнике. Honest, I didn't break them. Честно, я их не разбивал. Новая прилагательная – honest. Честный. Буква H не читается. Очень часто в английских словах, которые начинаются с буквы H, она не произносится. Например, слово час, да? Hour. Тоже пишется H-O-U-R. Читается hour. Ну, так и здесь. Не honest, а honest. Честный. Или, как мы часто в разговорной речи говорим, ну, честно, честно. Honest. Honest. I didn't break them. Ну, честно, я их не разбивал. They melted away under the hammer. Они растаяли под молотком. I give you my word, the carrot said. Я даю слово. Или честное слово, сказал морковка. Be quiet, dear. Тихо, дорогой. То есть quiet – это тихо и спокойно. Be quiet, то есть тише, тише. Как вот когда говорят, да, люди, чтобы успокоить кого-то. Be quiet. Тише, дорогой. Lie still. Снова, да? Лежи тихо, лежи спокойно. Папа придет через минуту, сказала миссис Дейл. То есть daddy'll через апостроф – это сокращенное daddy will. То есть помогательный глагол будущего времени. То есть daddy will come. Или daddy'll come сокращенно. In a minute – через минуту. То есть предлог in – это вообще в чем-то, но со временем, как я уже говорила, с периодами времени переводится как через. Через сколько-то минут, через сколько-то часов, через какое-то время. Мама, я не снова начал Джимми, но в этот момент открылась дверь. И в комнату вошел мистер Дейл, следом за которым зашел старый джентльмен в высокой черной шляпе. Разберем. Значит, длинное такое предложение, да? Так, at that moment – в тот момент. Так, дверь открылась, тут все понятно. Мистер Дейл entered the room. Мистер Дейл вошел в комнату. Глагол enter тоже уже неоднократно встречался. То есть это так же, как и come in – входить, да? Но после enter предлог не нужен. То есть enter the room – это уже входить в комнату. То есть не надо говорить enter into the room. Это будет ошибка. То есть enter – это уже входить в. И только вставляем уже существительное, куда входить. Enter the room, enter the hall, enter the living room, enter the house и так далее. Значит, мистер Дейл entered the room. Мистер Дейл вошел в комнату. Followed by. То есть дословно преследуемый кем-то. То есть сначала он вошел, а за ним следом кто-то. То есть follow – это следовать за. То есть это если дословно, да? То есть преследуемый или за которым следовал старый джентльмен в высокой черной шляпе. Или за которым шел, да, можно сказать. Here's the doctor Molly. Вот врач Molly. How's the boy? Как мальчик? Мистер Дейл asked, coming to the sofa. Спросил мистер Дейл, подходя к дивану. Sofa – диван. What's the matter with you, boy? He asked, bending over the sofa. Что с тобой, сынишка? Спросил он, склонившись или согнувшись над диваном. То же выражение what's the matter with you уже встречалось несколько раз. В чем дело, что с тобой? What's the matter with you? Ну, boy здесь я перевела как сынишка, потому что мистер Дейл обращается к Джимми. А Джимми – это его сын. Поэтому, ну, как бы, что с тобой, мальчик, будет звучать не очень. Поэтому, что с тобой, сынишка? Спросил он, склонившись над диваном. Глагол bend – гнуть, согнуть, гнуться. Тоже, кстати, неправильный глагол. Значит, bending – согнувшись или склонившись over the sofa над диваном. Там же Джимми лежал, да, на диване, поэтому он подошел и нагнулся, чтобы спросить у Джимми, как он. Дальше. You see, Daddy, they disappeared in the kettle. Видишь ли, папочка, они исчезли в чайнике. I put the hammer on top of them. Я поклал молоток поверх их. I didn't break them. Я их не разбивал. They would not sink. Они ни в какую не хотели опускаться. Ну, то есть на дно, да, имеется в виду. To the bottom. Я уже говорила, что would not – это упорное нежелание в прошлом. То есть, как бы он ни старался, а они wouldn't sink. Ну, ни в какую не хотели тонуть, вообще-то словно. Sink – это тонуть. They floated. Они всплывали. То есть, float – это плавать на поверхности, всплывать. То есть, they wouldn't sink, they floated. Ни в какую не хотели тонуть, все время всплывали. They melted away when I tried to fish them out. И они растаяли, когда я попытался их выловить. I didn't, Jimmy said, looking straight into his father's eyes. И они, сказал Джимми, глядя прямо в глаза своему отцу. Ладно, сынок, лежи спокойно, пока доктор тебя осмотрит, сказал мистер Дейл, глядя лоб Джимми. Ну, sunny – это сынок, сынишка уменьшительно ласкательная. Снова lie still – лежи тихо, лежи спокойно. Новый глагол examine. Кстати, вот, ну, здесь в силу, наверное, типографических каких-то моментов, переносы, да, то есть, выравнивание по ширине или как это там в типографии. Вообще, в английском языке очень редко переносят. Если есть возможность не переносить, а целиком написать слово, лучше пишите целиком. Переносы встречаются редко. Examine – это исследовать, осматривать. То есть, вот, когда говорят, что врач осматривает пациента, это всегда examine. То есть, как бы, экзаменует, да, его исследует, осматривает. Вот такое значение. Examine. Значит, while the doctor examines you – пока врач тебя осмотрит. И снова здесь гладя Джимми, только теперь уже не по голове, а по лбу, лоб Джимми, да, гладит. Forehead. Кстати, тоже спорный вопрос. Некоторые говорят forehead от слова голова, да, как, дословно перевести, как передняя голова. Forehead. Вообще, классический словарь изначально дает транскрипцию forehead. Я всю жизнь тоже учила, как forehead. Сейчас, особенно американский вариант, это forehead. Поэтому даже у меня, если кто-то из знакомых или из учеников произносят forehead, я даже не исправляю, потому что имеет место быть два варианта произношения. Поэтому кому как больше нравится. Есть и forehead, есть и forehead. И то, и то переводится лоб. Значит, сказал мистер Дэйл, гладя лоб Джимми. Your husband, Mrs. Дэйл, told me the boy had been beaten by a mad dog. Ваш муж, миссис Дэйл, сказал мне, что мальчика укусила бешеная собака. Это уже, значит, прямая речь того самого the doctor, да, того самого врача. Пошла здесь прямая речь. Значит, сказал мне, что мальчик дословно был укушен. Потому что здесь мало того, что past perfect, прошедшее, совершенное, так еще и в пассивном залоге, да, в страдателем. То есть, действие совершилось над мальчиком. То есть, the boy had been beaten, дословно был укушен. Ну, и, соответственно, кем? By a mad dog. Бешеная собака. То есть, mad – это не только сумасшедший, если речь идет о людях, но еще и бешеный, если речь идет о животном. Времен много в английском языке. И если на первых порах вам даже кажется, что, блин, столько много времен, очень тяжело все это усвоить. Я хочу сказать, что если только вот особенно начинаете изучать язык, даже не заморачивайтесь. Главное, хотя бы примерно понять, уловить суть. И на первых порах особенно важна лексика. Что бы там ни говорили, то есть важно развивать в первую очередь память, запомнить, стараться как можно больше. А потом уже из этих кирпичиков и слов лепить свою речь. Грамматику можно, я говорю, и в 70 лет понять, если человек с мозгами. А вот память, к сожалению, она недолговечна. Поэтому уловили общую суть и не сильно заморачивайтесь. Один, два, пять, десять текстов, и все будет становиться понятней со временем. А то просто интересно, когда, знаете, люди послушают одно-два видео и думают, что выучат английский язык. Ну, конечно, это не так. Начинайте с самых легких уроков. Вот особенно, кто начинает. Кто продолжающий, понятно, как бы людям уже полегче. А кто только начинает, естественно, надо начинать с азов. Вот когда вы почувствуете, что чуть ли не наизусть уже знаете легкие тексты, вот тогда, значит, можно переходить к более сложному. Это такой добрый совет. Тогда прогресс будет обязательно. Итак, это я отвлеклась, просто, ну, здесь, как бы, к месту это было. Потому что, бывает, мне пишут такие вопросы. Так, значит, разобрались, да, вот с этим. То есть, ваш муж, миссис Дейл, сказал мне, что мальчика укусила бешеная собака. То есть, разделительный вопрос, когда кто-то что-то утверждает, а потом переспрашивает, уточняет, как бы, да. Слово сэр, напоминаю, читается сэр, не сир, как некоторые произносят, а сэр. Если ваш сын сумасшедший, то мне, я должен, вынужден пойти и позвонить в больницу. Не так ли? Опять-таки, разделительный вопрос. I have to, я вынужден, мне приходится, да. I have to, я должен, я вынужден. Ну, в настоящем времени можно сказать I must или I have to, я вынужден. Я вынужден отправиться и позвонить в больницу. Ring up the hospital, позвонить в больницу. Haven't I, не так ли? Вот этот хвостик в разделительном вопросе, как он берется? По вспомогательному глаголу того времени, в котором стоит основное предложение. Здесь у нас модальный глагол have to, поэтому и в хвостике в этом будет Haven't I. Если было бы I can, я могу пойти. I can go. Было бы Can't I. Суть в том, что, хотя я объясняла уже как-то эту тему, но повторюсь. Суть в том, что если само основное предложение утвердительное, положительное, то вот этот хвостик будет отрицательный. А если наоборот предложение отрицательное, то хвостик будет утвердительный. The ambulance will come and take him to the madhouse. Скорая помощь приедет и заберет его в сумасшедший дом. Новое существительное. Ambulance. Скорая помощь или карета скорой помощи. Ambulance. Take в данном случае отвозить. То есть это можно и брать, и отводить, и отвозить. Смотрим по контексту. Madhouse. То есть состоит из двух слов. Как я уже говорила, mad. Сумасшедший. House. Дом. То есть сумасшедший дом. To the madhouse. В сумасшедший дом. And now let me see his eyes. The little man chattered, rubbing his hands nervously. А теперь дайте ко мне посмотреть его глаза. Протараторил маленький человек, потирая нервно руки. Let me see. То есть дайте ко мне, позвольте ко мне. Глагол let позволять, разрешать. Let me see. Дайте ко мне увидеть, позвольте ко мне увидеть, посмотреть его глаза. Chatter. Тоже встречался в каком-то из уроков. В пятнадцатом или где-то там. Chatter. Тараторить. Значит, он быстро проговорил. Быстро протараторил маленький человек. То есть человек маленького роста. Здесь имеется в виду. Rubbing. Тоже уже встречалось. Rub. Тереть. Там было, по-моему, потер свои глаза. Что-то такое. По-моему, в начале даже этого же текста было. Rubbing his hands, потирая руки. Как? Nervously. Нервно. Слово nervous, как прилагательное. Встречалось уже вот nervously. Нервно. Потирая нервно руки. It was clear that he was afraid to come near the boy. Было ясно, что он боялся подходить близко к мальчику. Clear. Ясный. Чистый. Понятный. То есть it was clear. Было ясно. Было понятно. It was clear that. Было ясно, что. Ну, he was afraid. Понятно. Боялся. Он боялся. To come near. Подходить близко. The boy. К мальчику. To be continued. Продолжение следует. Продолжение следует.